Итак, ну что, мы с вами в прошлый раз познакомились с уровнями в осцилляторе И увидели, что первые три уровня воспроизводят магические числа 2, 8, 20 Ну, вообще говоря, это неудивительно Потому что любой потенциал вблизи минимума имеет квадратичную форму Квадратичный вид Фарбалический вблизи минимума Поэтому нижние уровни, конечно, всегда можно осциллятором описать Теперь, ну, а что касается верхних уровней То там уже, конечно, осциллятор не слишком хороший Потенциал, ну, во-первых, бесконечной высоты У него нет непрерывного спектра Поэтому нужно как-то его модифицировать Прежде чем модифицировать, давайте мы сначала перейдем от тех квантовых числов осцилляторных, которыми мы пользовались К квантовым числам, которые более подходящие для любого центрального потенциала Ну, такими квантовыми числами является В нашем случае Главное квантовое число N Орбитальный момент L и проекция N Я пока спин не буду рассматривать Но про спин мы поговорим дальше Значит, вот К этому набору квантовых числов мы должны перейти Ну, понятно, что Эти три-два набора эквивалентны Поэтому Состояние с определенным L Оно будет являться суперпозицией осцилляторных квантовых чисел Поэтому В этом смысле это все равно Теперь Значит, вот у нас Есть осцилляторный потенциал И у него Чертность, как вы видели Есть минус инкулица в степени N Где N – это главное квантовое число То есть все осцилляторные уровни Они имеют чередующуюся чертность Теперь С другой стороны Центральные потенциалы Мы знаем, что для любого состояния С орбитальным моментом L Чертность Дается выражению минус единицы в степени L А радиальная функция Вообще К черности не имеет отношения никакого Потому что тут преобразовывается Только углы при отражении времени Т.е. при отражении координат Вот Но это означает, что в стилляторе У вас Все уровни По четности орбитального момента Совпадают с четностью Главного квантового числа В этом смысле Самое простое состояние Сен равное нулю У него L равное нулю Единственное состояние Дальше это состояние Сен равное единице У него тоже единственный момент L равно единице Состояние сен равного н двойки Уже может иметь два момента Ноль и двойку Ну если вы посчитаете Там как раз число состояний Совпадает с тем Которое дается Вот этой самой формулы Одна вторая Н плюс один на н плюс два Потому что Для н равного двойки Значит тут будет шесть состояний Ну и эти шесть состояний Значит двойка L равное двойки имеет пять состояний И L равное нулю одно состояние Тоже шесть Так, теперь Как есть обозначения этих уровней Как они обозначаются Значит в отличие от атомных уровней Здесь главное квантовое число Имеет другой смазь Что касается амбитального момента То действительно тут пользуются Те же обозначения L равно единице Это S уровень L равно единице Это P L равно двойке Это D Тройка Это F Дальше едет G H D То есть D начинается дальше уже порядок Нормальный алфавит И так далее Вот А что касается главного квантового числа То принято нумеровать их Нумеровать их По мере появления Поэтому скажем уровень N равный нулю Основное состояние Это 1S уровень Уровень СМ равный единице Это 1P А уровень СМ равный двойке Вот эти два уровня Обозначаются так Это будет 2S И 1D Потому что S второй раз Встречается То есть по мере того Какой уровень С более высоким моментом Встречается первый раз Он имеет Главное квантовое число Равное единице Второй раз Значит двойка То есть они нумеруются По мере появления Годней Ну и здесь тоже Значит В состоянии Состояние С N равным тройке У вас есть уровень 1F 1F Это тройка И 1P Уровень Который будет уже Второй 2P Ну и так далее То есть принцип Немножко другой А в отличие от Атомной физики Там У вас Главное квантовое число Здесь стоит Скажем там 1S Потом 2S 2P А в нашем случае Там В этих обозначениях Было бы 2S 1P То есть В ягодной физике Вот принято Такая классификация Уровня Теперь Что еще Нужно сказать Про это Состояние Да Значит теперь Как исправить его Эти состояния Ну простейшее Исправление Давайте вместо Астеллятора Возьмем Прямоугольную яму Прямоугольную яму Прямоугольную яму Значит вот у вас Потенциал У Вот Вот такое Трехъемное Здесь Прямоугольная яма И вот Это Вот Вторая Яма Вот Это У Глубина Глубина Ну и нам нужно Вот здесь Искать Уровень Так Теперь Энергия Отрицательна Здесь мы пишем Уравнение Швейнгера Минус Наш квадрат На 2 М Лаплас Си Равняется Что мы Сдав Плюс Плюс У От Р На Си Равняется Египет Си Пси у нас Отрицательна До После Отделения И замены Значит Пси Есть Я напишу Сразу Как Си От Р На Р На И Л От Р От И После Разделения переменной У нас Осталось Равня Уравнение Которые имеют вид такой Ки 2 3 Х От Р Дальше Минус 2 М У На А Квадрат Ки Равняется Минус 2 М Е На А Квадрат На Ки Вот Такое Уравнение Ну и Теперь Да Поскольку Е Отрицательна То Найдем Квадрат Дальше Минус 2 М Е На А Квадрат То есть Тут Плюс Квадрат Самое Простое Решение Да Еще Надо Написать Извините Центробежную Энергию Центробежную Энергию Я Здесь И Написал Пересчет Здесь Будет Минус L На L Плюс Минус Делить На Квадрат На Ки Равняется Квадрат На Ж Квадрат На Квадрат Ну я Напомню Что Асимптотики Этих Функций Вблизи Нуля Следующее Вблизи Нуля Если Квадрат Количество Нуля То У вас Остается Только Центробежный Швер Это Тоже Можно Приневречь Вот Этих Двумя И тогда У вас Уравнение Однородное И два Решения У него Есть Из которых У нас Будет Регулярно Нуля Регулярно Ти От Р Стремится К Нулю Как Р При Р С Тебе Нулю Вот Такая Асимптотика У Второе Решение будет Р Которая У вас Особенность Нуля Имеет Поэтому Оставление Такое Решение Теперь Что будет При больших Р У вас Потенциал Отличных Нуля И решение В области Когда Р У вас Просто Вот Эти три Члена И это Уравнение Беселя Для Сменивым Аргументом Сменивым Аргументом Функции Беселя Сменивым Аргументом Если вы помните Их два Типа Есть функции И типа И типа Функции Они имеют Растущую асимптотику На бесконечности А функции К типа Они имеют Падающую асимптотику Поэтому Нас интересует Нас интересует Только Второй Случай Их 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 То есть Режим Известно Так Ну а Внутри У вас У вас Стоит Вместо Значит Поскольку У константа То мы можем Перевести сюда И объединить К квадрат И ввести Ввести величину К квадрат Которая Есть 2m u0 u0 – e u0 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 у0 у0 u0 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 поэтому решение такое ну и тогда у вас тоже остается уравнение веселя но только там у вас уже будет осциллирующее решение осциллирующее решение, которое не имеет особенности в нуле и имеет вот такую асимптотику это вот что за функция это функция я вообще должен написать равно, а не стремиться потому что это всегда точно это равно истерический весель JLT тут надо только единицу на R поставить деленное на R так нет, умноженное на R и здесь умноженное на R умноженное на R вот так это когда у вас R меньше чем R ну и все на границе вам нужно сшивать логарифмические производные, как обычно сшивать, чтобы найти решение сшиваете логарифмические производные и у вас получается уравнение на K ну на K фактически потому что K, P и K они связаны уравнение на K и это вам дает уравнение R ну наиболее просто у вас выглядит ситуация когда у вас яма бесконечную стену именно высоту бесконечной глубины когда у вас, скажем вот ее лучше изобразить так что вот у вас здесь поставим ноль энергии а тут до бесконечности стенки для ямы с бесконечными стенками естественное граничное условие будет такое уравнение R должно быть равно ноль потому что туда не проникает за стенку ничего у вас K степится бесконечности стенки бесконечные поэтому если вы отсчитываете отсюда то здесь K минимая K еще и к тому же бесконечная поэтому там ноль решения ну это означает, что у вас уровень R от K R равно ноль вот это вот которая придирает уровни энергии вот здесь в яме в яме здесь K уже отсчитывается от дна ямы естественно удобно считать одна яма одна яма ну вот смотрите давайте посмотрим какие как выглядят вот эти для ямы бесконечными стенками так вот она может проник проявляются да значит вот тут видите на рисунке изображены три набора уровней вот слева это уровень остеолитонный чисто остеолитонный уровень и здесь в скобках указано количество состояний которое ниже находится этого уровня значит здесь два здесь к этому моменту восемь здесь двадцать вот это три три магических числа которые воспроизводятся ну а дальше идет сорок семьдесят сто двенадцать там 168 ну и здесь написаны наборы здесь количество число состояний на уровне и его квантовые числа здесь два состояний сразу с двумя проекциями спина уровень один s здесь шесть состояний уровень один p там три состояний и еще два спина ну и дальше здесь два 1D, 2S, 12 1F, 2P, 20 1G, 2D, 3S 1H, 2F, 3P 1I, 2G, 3D, 4S Они так аммируются С уровней здесь 1S уровень, 2S, 3S, 4S Ну и P уровни тоже 1P, 2P, 3P Дальше там D, D и сейчас их подряд Так вот, это осциллятор А вот это яма с бесконечными стенками Яма с бесконечными стенками Значит, смотрите, что произошло По сравнению с осциллятором Что произошло? Ну, во-первых, снилось порождение Вот эти два уровня здесь были вырождены Здесь у вас они стали иметь разную энергию Причем состояние с большим моментом Лежит всегда ниже, чем состояние с меньшим моментом И точно так же здесь Видите, вот эти два уровня, они разошлись И это расстояние, оно растет По мере того, как у вас увеличивается L Потому что вот это состояние уже, видите Вот как расщепилось Состояние И еще, смотрите, еще одно интересное явление Вот уровень с моментом Так, это сколько? Это 4, да? СПД, ФЖ, А, 5 Это пятерка, да? Уровень с моментом 5 Расширился настолько Что его нижнее состояние Оно залезло в соседнюю оболочку Вот здесь Вот видите, оно вот в эту группу залезло Вот оно уже Ну и это будет, естественно, продолжаться и дальше По мере роста уровня Вот это явление Оно, видите, заметно меняет Ну, магические числа, естественно Потому что если его залезло в оболочку То он будет заполняться По мере того, как вы частицы сюда сажаете И будет давать, значит, другие магические числа Ну вот тут, видите, вот тут тоже приведены в скобках числа Которые показывают, сколько у вас состояние находится ниже И включая вот это, вот это и все ниже Вот это и все ниже Вот один Ж, значит, у меня 18 состояний Здесь получается 58 Здесь был 40 Когда вот это все заполнило, было 40 А тут 58 Это тоже, в общем, уже фактически оболочка Можно считать, что вот это вот одна оболочка Но все равно квантовый число не воспроизводится Теперь, да Вот этот уровень, который залез в состояние не своей четности Я обращаю вашу внимание, что этот уровень не четный момент имеет H, это пятерка А здесь только четный момент Поэтому у меня четность другая То есть он залез в оболочку, которое у нас состояние с другой четностью С противоположной четностью Этот чужой уровень, он так и называли Как его и называют, интрубер То есть это интрубер Такое явление Ну а вот это промежуточное состояние Промежуточная картина Когда у вас стенки конечные Ну чем он отличается? Ну отличается тем, что вот видите Вот здесь вот расщепление такое большое Оно стало поменьше Тем не менее, значит, вот этот уровень все равно сюда лезет И вот это явление, появление интрубера, оно всегда есть Точно так же и, ну да, и вот здесь вот зарезали из той оболочки И он здесь тоже фигурирует Он здесь тоже фигурирует Теперь Теперь Понять, почему состояние с большим моментом у вас лежат ниже Довольно просто, если вы нарисуете потенциал Потенциал яму и осциллятор Вот если у вас есть прямоугольная яма А вот здесь вот вы нарисуете осциллятор Посмотрите Состояние с большим моментом Они Где у них максимум волновой функции находится В состоянии с большим моментом При баллах r или при позже Или на краю Ну поскольку асимптотика в нуле Это r в степени r плюс 1 Или там r в степени r для дальней функции r Это понятно, что в нуле Что волновая функция с моментом, отличным от нуля Будет стремиться Частица находится вот здесь Ну это просто классическая картинка Если частица крутится, то у нее, значит, радиус будет больше Чем будет быстрее крутиться, тем дальше она уходит Ну поэтому состояние с большим моментом Они сосредоточены как раз в области крана Ну а тут видно, что в этой области всегда у вас притяжение за счет ямы будет больше, чем у осцилляторов Потому что яма вот здесь лежит ниже Осциллятор здесь высоко, а яма ниже Ну раз оно больше, то конечно уровень у состояния, которое здесь сосредоточено пойдет вниз За счет того, что вот тут у вас есть притяжение За счет этого притяжения Уровень пойдет вниз Ну это вот такое простое объяснение, почему происходит уменьшение Ну поэтому ясно, что при движении Ну реально схема уровня, она где-то Понятно, что между ямой Между ямой прямоугольный осциллятор Потому что у вас, конечно, нет резкой границы И на самом деле потенциал выглядит как-то Так, где я его взял Потенциал выглядит, конечно, не так А он выглядит здесь как-то Вот таким вот образом Ну и вот этот штоплос диффузности На краю ядра, а здесь потенциал вообще должен быть равен за ядром Потому что силы краткодействующие все быстро зануляется Так, тут, наверное, не так уж хорошо видно Но вот с этой ядром, если смотреть, то вот этот шпорт, вот реальный потенциал Вот так вот себя ведет Тем не менее Этот реальный потенциал все равно, как мы видим, не описывает Состояние Правильно не описывает состояние Потому что магически, честно, не воспроизводится Ну, теперь нам осталось еще вспомнить Что в центральном потенциале У вас в атомах есть спинно-орбитальное взаимодействие Есть тонкая структура В атомах Тон-битальное взаимодействие Она порядка альфа-квадрат И поэтому действительно расщепление мало А в ядерном физике, как вы говорили при обсуждении сил в ядерном У вас спинно-орбитальные силы гораздо сильнее Относительно центральной части Чем в случае, когда идет обмен одной частицей фотоном Из-за того, что у вас есть обмен несколькими типами частиц В несколькими зонах У вас в центральной части есть сокращения А в спинно-орбитальной части они складываются Поэтому относительный вклад спинно-орбитального взаимодействия Он здесь оказывается больше заметно Ну и вот теперь, если мы посмотрим на спинно-орбитальные взаимодействия То У или С Оно имеет вид такое Это Фр умножить на Р и на спинно-орбитальные частицы Давайте у меня маленький букет Писать в кодике Р-магика Р умножить на С Ну и все И дальше давайте смотреть Энергия Да, теперь при наличии спинно-орбитального взаимодействия У вас Л не сохраняется Потому что Л не коммунирует Сам с собой Разные компоненты Но сохраняется Л квадрат Она у вас не у Л Ну просто у Л У Л А, Л ЛС Да У ЛС Значит, Л квадрат, во-первых, коммутирует с этим Поэтому величина Л остается в орбитальном моменте Ну, а квантовые числа М уже будут запутаны со спинно И сохраняться будет только полный, еще полный момент Ж Который всегда сохраняется Который равен Л плюс С Альтератно Вот И получается, что набор квадратных чисел у нас такой Значит, во-первых, есть вот это главное квантовое число Которое там порядковое много уровня Дальше есть Л Остается А М уже нету Но зато появляется Ж И проекция полного момента ЖЗ Вот это вот состояние будет определяться вот таким набором квантовых чисел Одночастичная спиннорбита здесь вам приводит появление момента Ж И проекции полного момента Где М Это есть просто ЖЗ ЖЗ Сохраняется ЖЗ и Ж Потому что здесь у вас, видите Это, 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 это лично скаляр Поэтому у вас здесь В сферическом нитре все сохраняется полный момент Ну и теперь давайте смотреть Если мы теперь усредняем это взаимодействие То Дельта Е ЛС За счет спиннорбиты Это будет средняя пардиальная функция М Афа Д Афа Д А тут стоит средняя По состояниям угловым Ж Л Поскольку это скаляр, то он от М не зависит Я поэтому М писать не буду Вот Л Умножить на С Ж Л Значит, М я писать не буду Теперь скоро я поскаляр Ну вот, теперь Чему равно это ЛС Ну и МС Оно подчисляется прямо отсюда Если вы возведете в квадрат ее То вы получите, что Л Умножить на С Равно Одна вторая Здесь 3 ж квадрата, которые есть Ж на Ж плюс один Ж на Ж плюс один Ну а дальше он должен сделать Минус Л квадрат Который есть Л на М плюс один И С квадрат, который есть Три четвертых Минус три четвертых Вот такая причина Но при этом Ж принимает значение Вот это 2 Ж равно Л Плюс минус Одна вторая Ж полуцелая, естественно Поскольку спин Одна вторая Вот И у вас получается Значит, два Два значения момента Ну и так далее Если поставить сюда Эти значения То легко получить Что это значения ЛС Она равна Значит, она равна Л Если Да, она равна Л Пополамб В случае, когда Ж Равно Л плюс Одна вторая И Давайте, ну что Она равна Минус Л плюс один Пополамб В случае, когда Ж Равно Л минус Одна вторая В случае, когда Равно На вторую Сомневался Поэтому Пришлось Заглянуть Значит Ну и результат Естественный Потому что Вот здесь У вас Видно, что У вас спин И орбитальный момент Параллельны Поэтому ЛС Положительна А здесь У вас Спин И орбитальный момент Антипараллельны Потому что Один Складывается И так Ну поэтому Произведение Вот это Оно Как раз Отрицательное Минус Посмотрим Чему Это Приводит Чему Это Приводит Ну Это Приводит В следующем Да Теперь Значит Эмпирически Вот это Среднее От Ф Среднее От Р Оно Среднее Следую Вечерную Эмпирически Это значит Чтобы Подобрать Правильную Схему Уровня Что Получилось Она Это Есть 20 Поделить На А в степени Одну Треть В Мэллах 20 На А в степени Одну Треть В Мэллах Причем Со Знаком Минус Со Знаком Минус Со Знаком Минус В Отличии От Спина Орбиты В Атомах У вас Здесь Оно Всегда Отрицательное Это Означает Что У вас Уровень С Большим Момента Деялья С Положением Всегда Будет Идти В Низ А Уровень С Меньшим Моментом Будет Обниматься В В Такое Ощипление Появится Если Подставить Такие Значения То Получается Вот Какая Интересная Схема Уровня Уровня Частичная Схема Уровня Уровня Уровень Дальше П Уровень Расщепился П Уровень Расщепился Значит У него П Толик Состояние Пошло Вниз Значит Теперь У нас Критроскопически Обозначения Поменялись Здесь У нас Видите Уровень Пишется Пишется Три 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 Например То есть Тут еще Пишется Внизу Полный Момент Для Для Протон Шесть Нейтронов Это Как раз Заполнил Нижний Уровень И Вот Это П Одна Вторая Ушел Вверх Они Были Сначала Вот Так У Ябель Потом Для Этого Нужно Была Остаться Это Уже По сравнению С Бесконечной Ямой Нарисовано Это Реалистическая Схема Когда У вас Уже Сглажены Сглажены Края Скалечная Диффузность Есть Яма Со Стенки Которые С Плавным Появлением С Здесь Ну Здесь Опять 14 16 20 20 20 Это Кальций Кальций 40 Теперь Смотри Что Здесь Произошло Здесь Ф7 Вторых Он Сильно Отошел От верхней Оболочки И Здесь Вот Видите Образовался Щели Если Посмотреть То Это Щели Как раз Что На этом Уровне Появляется Восемь Может Поместиться Восемь Частик И У вас Появилось Вот Такое Число 28 Которое Как раз Таким Полумагическим Является Что Что Она Вроде Как бы Отдельная Оболочка Получилась Отдельная Оболочка Хотя Обычные Обычные Сюда Получают Но Самое Интересное Что Вы смотрите Вот Произошло Здесь Вот Здесь Было 40 Состояний Возможных И тут За счет Спинорбиты Ну За счет Того Что Во-первых Есть Расшепление Потому что Уровень 1 Ж Лежит Ниже А еще Спинорбита Уровень Ж 9 Вторых Улева Вниз У вас Вот Сюда Этот Уровень Пришло В эту Оболочку А поскольку В нем 10 Частиц То Тогда Оболочка Заполняется Как раз Когда У вас Мерится 50 Частиц Это И есть То самое Магическое Число Которое Мы Видели И тут Ситуация Такая Же Потому что Тут Уровень Следующей Оболочки Уровень H11 Сюда Он Тоже Залез Вниз Спустился Сюда В эту Оболочку И Придес 12 Состоян Поэтому Заполнение Этой Оболочки Уровень Как раз 82 Было 70 Из Здесь 70 12 Частиц Добавили Стало 80 Ну И Как видно Здесь Это явление Тоже Повторяется Здесь Вот Этой И 13 Вторых Сюда Спустился Придес 14 Состояний И У вас Стало Ровно 126 Частиц То Что Наблюдается В свинце В свинце Поэтому Видите Вот Замечательная Такая Получилась Схема Которая Очень хорошо Производит Квантовое число Магическое число Ну теперь А каким Мы можем Да Теперь Да Каким Мы можем Потенциалом Это все Воспроизвести Ну вот Этот порядок Вот этот порядок Уровней Он Воспроизводится Обычным потенциалом Который Весен Атмани Потенциал Луцер-Саксона Потенциал Луцер-Саксона Потенциал Луцер-Саксона Это Центральная часть Оно И Такое Э Минус У А здесь Единица Плюс Е В степени Р Минус Р То есть он Повторяет плотность То есть потенциал У нас назвали Утсаксон На самом деле Фермерская функция Так Теперь А Каким Да Сюда мы должны добавить Спинер-Битру То есть вот он учитывает Как раз то что у вас края сглажены Дефлозность Там у него порядка 0 Полфермер Вот этот параметр А В районе 0,55 В наше сферы Ну и Радиус Он Немножко больше Радиус плотности Просто потому что у вас все-таки есть Радиус действия сил В этом Плотность еще На ракурс действия сил У вас потенциал будет дальше От края Игра Чуть по сравнению с плотностью Вот эта центральная часть Спинер-Бита Спинер-Бита Пишется по аналогии С Атаном То есть пишется что Спинер-Битальная взаимодействия Есть Плюс Единица на Р ДУ ДС И здесь пишется Р Умножить на С И Еще пишется Константа Ну тут по-разному Тут можно еще Пишут Дерноль Квадрат Дерноль Этот параметр 1 и 2 термин Например И какую-то Решину Безразмерную Рамка Илес Которая Вот подгоняет Как раз Вот Вместе с этой Производной Подгоняет К тому чтобы Это расширение было Оно Порядка 20 На А Видно что здесь стоит ДУПДР то влияние спин-орбиты, оно в основном на поверхности ядра. Потому что производная внутри ядра ДУПДР почти константа, поэтому ДУПДР мало. ДУПДР мало, и оно заметно только на поверхности ядра, где у вас вот эта функция резко меняется. Резко меняется. Значит, вот такая мельчина спин-орбиты. Ну, это все чисто эмпирика пока что. Тут ничего нет, потому что строгой теории у нас, вообще говоря, пока нет. В данном случае. Но именно с помощью этими эмпирическими потенциалами пытаются описать свойства ядра. Так. Значит, теперь давайте, наверное, сделаем перерыв и после перерыва продолжим. Параметры. Параметры у меня тут специал следующие. Вот диффузность А, как я уже говорил, она мала, достаточно 0,6, ну и, может быть, там, это меняется от 0,6 до 0,65. То есть, все, ферми, все ферми. Ферми. Радиус f. Радиус f, он ведет себе, конечно, подобную радиус витра. Здесь 1,2 умножить на А в степени 1,5. Это тоже ферми. Значит, вот этот самый параметр r0, это 1,2. Ну и, да. Ну и, что 1,2, 1,3. Верми. Правильно. Правильно. Это больше, чем в плотности. Это как раз отражает тот факт, что у вас он больше как раз на величину радиуса действия си. На величину радиуса действия си. Так. У 0. У 0 это 50 м. Это константа. Но это константа для ядер с n равным z. Вообще говоря, тут есть еще. Если n не равно z, то здесь появляется множитель, который учитывает, что у вас разные число нейтронных протонов создают разные ямы. Здесь стоит минус 2 третьих. А здесь стоит n минус z. Проверить на А. То есть, фактически, это третья компонента из азотопического спина со знаком минус. То есть, состояние с азотопическим спином. В том, что это и отрицательно, но будет ниже. Если n меньше, чем z, то n. Ну, n меньше, чем z не бывает практически. У всех географий больше, чем z. Поэтому там ямы немножко уменьшаются. Вот. Теперь что такое? Да. Теперь давайте мы немножко модифицируем. Здесь поставим дубль В. Где дубль В это вот эта функция. Функция еще чермерской ступеньки. Дубль В есть. Единица плюс есберинь. Р минус r. Коянательно А. А тогда вот здесь вместо лямблой мы поставим ULS. И вот это самое ULS, оно прямо здесь тут. ULS. Это есть прямо 20. И тоже здесь будет 0. Да. Единица минус 2 третьих. n минус z разделить на а. Это вновь. Вновь. Как видите, значит, никакой там а в степени одной треть нет, которая там была. Эта в степени одна треть появляется после усреднения слоновой функции. Желоновая функция у нас. Она на весь размер ямы. И размер ямы растет. Поэтому лучший вклад всех величин вам уменьшается. Значит, если посмотреть на картинку, то вот как функция А, энергия уровней для нейтронов, чтобы кулон не учитывать, для нейтронов, вот это прямо чистая ядерная часть без кулона, они ведутся вот так. Вот здесь вот отложено А, то есть она растет, а здесь энергия уровня соответствующая. Правда тут обозначения изменены. Здесь в качестве главного квантового числа стоит число нулей в радиальной функции. Потому что, вот видите, первый уровень, он имеет число нулей и ноль, поэтому здесь стоит ноль. Но они отличаются на единицу. У первого уровня число нулей равно нулю. Ну вот поэтому здесь, чтобы не смущало вас, надо это уточнить, что здесь стоит число нулей в качестве главного квантового числа. Ну и вот смотрите, что происходит. Ну, как видите, они все ведут себя примерно одинаково. С ростом А у вас все уровни идут вниз. Ну, вполне нормально, у вас размер ямы растет, поэтому локализация частиц уменьшается, поэтому хинетическая энергия за счет соотношения неопределенности, которое есть h2 поделить на 2m2, оно у вас начинает уменьшаться хинетическая энергия средняя. Средняя хинетическая энергия уменьшается, поэтому уровень идет вниз. Уровень идет вниз. Да, при этом интересный вот эффект возникает, вот видите, вот здесь возникает интересный элемент, здесь возникает, вот тут, вот тут, вот тут есть. Потому что возникает пересечение уровней. Вот здесь у вас был один порядок уровней, а вот здесь у вас он уже другой. Вот здесь D3-вторых ниже, чем S1-вторая, а здесь выше D3-вторых, чем S1-вторая. Ну и здесь то же самое, здесь меняется местами F5-вторых и D3-вторых состояние, вот в этом случае. Поэтому вот эта картина, которую я рисовал, она, вообще говоря, написана для тяжелых ягодов. Предыдущая картина, где у вас совершенно определенный порядок уровней, это, в общем-то, для тяжелых ягодов. Это написано уже достаточно. Когда у вас ягра легких, то вот за счет вот этих эффектов с N и Z, то у вас это все будет немножко... Порядок уровней немножко меняется. Поэтому вот это надо будет иметь в виду. Схема уровней, порядок уровней не универсальный. Так, ну вот, теперь, вот все, что мы говорили, относится к тому, что к уровням энергии одной частицы. К уровню в виде одной частицы. К уровню в виде одной частицы. В любом виде ягодов у вас содержит много частиц. Поэтому, чтобы узнать состояние ядра как целого, вам нужно какой-то рецепт построения волновой функции ядра как целого. Значит, ну, если вам задана схема уровней, и вы забыли про то, что частицы еще могут взаимодействовать, просто не взаимодействующие, то тогда состояние ядра строится просто заданием того, где сидит какая-то, где частицы сидят. То есть вы задаете то, что называется число заполнения. Число заполнения, которые для нашего случая могут быть только либо 0, либо 1. Вот, смотрите. Нет частицы на уровне. Да. А лямбда это вот этот самый набор квантовых чисел. Вот. Лямбда. Лямбда это набор квантовых чисел. Вот это N, L, N, 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 N. Вот. Ну и вот, в отличие от фермигаза, тут начинается много разных возможных эффектов. Потому что, смотрите. Вот есть у вас уровень с каким-то полным моментом J. Но в него вы можете посадить два J плюс одну частицу. Два J плюс одну частицу. Потому что здесь у вас уже спин включен. Поэтому проекция M пробегает два J плюс один значения. И вы можете его заполнить, когда посадите сюда два J плюс один частицу. А если у вас уровень заполнен не полностью, то в этом случае у вас есть много возможностей. Если у вас есть там какое-то количество частиц, то вы должны построить состояние, которое характеризуется сохраняющимися квантовыми числами. Такими квантовыми числами всегда является полный момент J. Поэтому вам нужно построить из вот этих частиц состояние с полным моментом J. С полным моментом J. Ну, совершенно понятно, что каждая из них пробегает значение J. Каждая из них равна вот этому моменту J. Ну, и тогда понятно, что у вас соединяется колоссальное количество возможностей. Вы можете... Число состояний с различным J у вас будет расти по мере того, как у вас увеличивается N. Пока вы не дойдете до J плюс одной второй. До J плюс одной второй. Удача у вас снова начнет уменьшаться. Вот. Поэтому здесь строить состояние возможно. Это довольно сложно. Но это, в принципе, это задача известная. Это задача сложения моментов. Коэффициенты крепших от данных и более сложные коэффициенты, которые появляются в этой задаче, они все разработаны. Но понятно, что вручную это все делать нет смысла. Это все... Ну, не то, что нет смысла. Но вручную это не сделать. Поэтому классификация такая... Всех состояние довольно сложное. И мы обсудим только самый простейший случай. Самые простейшие случаи, скажем так. Ну, самый простой случай, когда вся оболочка заполнена. Вот этот уровень здесь сидит ровно два J плюс одна частица. Это четное число частиц. J полуцелое. Четное число частиц. Понятно, что в этом случае полный момент... Это состояние единственное. Оно единственное. И полный момент этого состояния очевидно равен нулю. У вас заполнены состояния с M и с минус M все. С M и с минус M заполнены. Поэтому проекция у вас ноль. И это состояние единственное. Значит, моментом его полный тоже ноль. Полный момент равен нулю. Вот. Значит, это самое простое состояние, когда у вас частицы заполнены. Теперь. Если вы посадите одну частицу на следующий уровень. На следующий уровень. То тут у вас имеется тоже состояние единственное. Потому что если в следующий уровень имеет момент, скажем, J1, то понятно, что у вас полный момент будет... Все основные частицы сидят здесь. Момент ноль – это кор с нулевым моментом. Можно так его называть. Это кор. Заполненный кор. И поверх кора – одна частица. У нее момент J. И этот момент J будет вам определять спин ядра. То есть спин ядра определяется полным моментом нечерной частицы. Если у вас есть нечерная частица, то тогда ее момент полный и будет как раз давать момент ядра как целого. То есть спин ядра. Ну и здесь у вас он частится может быть в любом состоянии M. В любой проекции M1. Ну и у вас тогда обычный мультиплет. 2J1 плюс 1 в проекции. И полный момент J1. Теперь смотрите, легко увидеть, что есть тут некоторая симметрия. Некоторая симметрия. Если у вас состояние… Состояние… Давайте теперь возьмем состояние, в котором… Вот здесь, на этом уровне кори, не хватает одной частицы. Одной частицы не хватает. Там дырка. Одна дырка. Состояние с одной дыркой. Ну тогда понятно, что она будет… То есть у вас эта дырка может в любом из этих M мест быть. В любом из этих M мест быть. Поэтому у вас имеется 2J1 состояния. Но это отвечает как раз вот этому моменту J. Этого уровня. J этого уровня. То есть… Состояние с одной частицей поверх заполненной оболочки и состояние с одной дыркой в оболочке, они однозначно определяются. Они имеют момент. Единственная разница, что вот здесь проекция JZ. JZ в случае частицы. Значит, если J было равно J1 и JZ было равно M1, то в случае, когда у вас есть дырка, очевидно, у вас будет J равно вот этому самому уровню J. А JZ проекция JZ будет равна минус M. Потому что состояние, которое не заполнено. Если не заполнено состояние с M, то проекция момента у этого состояния будет равна минус M. Проекция состояния ядра будет равна минус M. Да. Минус M понятно, что у вас все остальные проекции складываются так, что при добавлении частицы в это состояние вы должны получить 0. Ну, поэтому у вас... Это есть сумма проекции всех остальных. Фактически. И она равна минус M. Поэтому у дырки есть, значит, 0. Момент отрицатель... Проекция отрицательная. Так, теперь эта симметрия, она... Она... Там позволяет сделать некоторые важные утверждения. Некоторые важные утверждения. Это утверждение заключается в следующем. Значит, мы с вами упоминали уже про мультипольные моменты. Фактически, это... Ну, это обычные электромагнитные моменты ядра. Мультипольный момент, кодрупольный момент, кодрупольный и так далее. Ну, в общем случае, вы можете там определяться... Мультипольный момент — это тензорный оператор равда... Объединённого равда. Ну, в частности, скажем, электрический мультипольный момент... М, лямбда, лямбда, мю... Это есть интеграл... Д, три, Р... Здесь стоит Ро, Д, Здесь стоит Ро, Д, Здесь стоит Р, в стиле, не лямбда... На лямбда, мю... Лямбда, мю... Ну, такой стерический тензорный оператор... М, лямбда, мю... Теперь... Значит, если у вас, опять же, уровень заполнен полностью... Полностью уровень заполнен... То тогда... Получается, что... Да... Да, давайте для определённости говорить про один и тот же уровень... Что на нём... Одна частица... Или одна дырка... То есть, он либо... Одну частицу имеет совсем не заполненный... Либо он почти заполнен до конца и имеет одну дырку... Тогда вот здесь... У вас... Вот эти... М... М... И ж будут одинаковы... Правильно тот же уровень будет... Но разные степени заполнения... Значит, теперь смотрите... Если вы считаете... Среднее значение мультикольного момента... Среднее значение мультикольного момента... То... В случае, когда вы оскорили заполнены полностью... То вы должны всё просто перечислить... Частицы... Ж... Н... Состояние... Н... Лямка... Ну, здесь, естественно, будет ноль по правилам отбора... Ж... Н... И вы должны всё просуммировать по Н... У вас все частицы... Все состояния заполнены... Все дают вклад... Там есть частицы... Все Н... 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 И все равны единице... Ну, а поскольку это отвечает моменту полного ноль... То для лямка отличного от нуля... Это будет всегда равномерно... Так... Равномерно... Так... Ну... Теперь смотрите... Давайте мы выделим вклад... Какого-то состояния М0... И перепишем это в таком виде... Это есть... Среднее значение... Ж... Н... 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 Ж... Н... Н... Плюс... Сумма... О... Н... 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 Так... Что вот это находится? Н... 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 Вream, Н... Brendan... Всем... Н... Вь... То есть это здесь мультипольное среднее значение мультипольного момента по дырочному состоянию. Да, и это все равно 0. Отсюда сразу следует, что у вас есть такое соотношение, что вот это самое среднее значение g, m0, mλ, 0, g, m0 Давайте я ее обозначу. Здесь напишу индекс p, что это значит частица, равно со знаком минус состоянию g, m, mλ, μ, g, m, а здесь я напишу дырка f, дырочное состояние То есть они имеют противоположный знак. Состояние частицы, состояние дырки Вот. Ну теперь. Обычно, если нас интересует какой-то момент То у нас какое-то значение момента Вот квадропольный момент ядра, дипольный момент, магнитный дипольный момент То обычно среднее берется по состоянию с максимальным моментом С максимальным моментом Значит, в нашем случае, значение даже будет Если у вас не юстичное состояние, то значение будет равно Но, по состоянию с проекцией mR равен j, λ0, j, 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 j Это есть, как бы ее назвать Ну это есть, давайте просто назовем, mλ частицы mλ частицы То есть, состояние дырочистичного Так, теперь, а что вот это такое, дырочное состояние Дырочное состояние у него, если мы должны взять максимальный момент ядра j То мы должны взять дырку в состоянии минус j Дырку в состоянии минус j Поскольку у него ничего, jz, только получил знак Поэтому, дырочное состояние, это есть минус j Поэтому, дырочное состояние, это есть минус j n, λ0, j, минус j, это место m, λ, дырочного состояния Стояние с одной дыркой Мы должны взять максимальную проекцию минус j Поэтому, да, ну и теперь, если мы воспользуемся вот этим состоянием То мы видим, что mλh равно минус mλp Так, хорошо Дальше Теперь, смотрите, что вот это за состояние? Как оно связано вот с этим состоянием, одночастично? Ну, у него противоположные значения проекции на ОСЗ Как получить проекцию на ОСЗ, противоположную? Что для этого нужно? Кую операцию сделать? Ну, такой операцией, естественно, является отражение времени Отражение времени Ну, поэтому мы можем написать, что mλh, дырочное состояние Есть j, j, здесь t, m-1, mλh, 0, здесь t, t, здесь j, j, j Где t, это операция отражения времени Ну, и что мы видим? Мы видим, что вообще соотношение между дырочным и частичным Частичным значением мультипольного момента Определяется поведением вот этого самого мультипольного момента По отношению преобразования времени К отражению времени К отражению времени К отражению времени Для t четных Эта величина совпадает с m И тогда мы отсюда видим, что для t четных У вас получается вот такое соотношение Потому что вот это тогда становится просто mp И тогда мы должны написать, что у вас состояние nh равно минус mp В общем, того же вас придете Теперь Т четный оператор, например, оператор электрического к дырочному момента Электрического к дырочному момента Электрического к дырочному момента, так, дырочного момента и так далее А если оператор t нечетный То тогда, в результате этой операции он будет менять знак И для t нечетных Значит, вот это t четные операторы А для t нечетных у вас получится, что у вас Те средние значения По составу с одной частицей и с одной дырочной Совпадают Таким оператором, например, является оператор магнитного момента Ну вот магнитный момент Скажем, если у вас Вы берете ядро Калий Калий Значит, если кальций у вас 40 Магическое ядро За полное ополочкой То тогда Скажем Частичное состояние будет Кальций 41 А дырочное состояние будет Кальций 39 Если у вас одного нейтрона не хватает А там один нейтрон лишний Ну вот эти состояния у вас Магнитный момент у них будет Просто одинаковый А электрический клубопольный момент Будет иметь противоположные знания Ну, поэтому давайте вот мы сейчас Как раз давайте попробуем Сосчитать магнитные моменты Ядро нечетного ядра Ядра, у которого есть только одна нечетная частица Поверх заполненной оболочки Вот такие состояния Выберем Выберем такие ядры То есть заполненный же уровень Какой-то предыдущий И одна частица на новом уровне Одна частица на новом уровне Это магнитный момент Нечетного ядра С одной Нечетной частицей На уровне Магнитный момент Нечетный ядр Магнитный момент Магнитный момент Нечетного ядра Но оператор магнитного момента Он пишется стандартно Раз у нас одна частица Всего То оператор лю Это и есть Ядерный магнитон А здесь стоит Спиновые Гравомагнитные отношения Умножить на Спин Плюс Орбитальные гермогнитные отношения Умножить на С Ну и орбитальные гермогнитные отношения Для Для Дуклонов Оно 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 половина для 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 протонов И ноль Для нитронов А спиновое Тот, который имеет Протонный нитрон Ну фактически ЖС Это удвоенное Удвоенное значение Магнитного момента ЖС Это Есть 2 Ню Ну Где Ню Это Магнитный момент Свободного нуклона Ню Ню Нуклона Нет Не ядерный магнитон Неправильно Напишу Но просто Магнитный момент Либо Протона Либо Ню Нитрона Ну Удвоенное Удвоенное значение Поэтому Видно, что В этом смысле Магнитный момент Протона Он Из-за того, что Мю Вот здесь у вас 2.79 А У этого Минус 1.91 То Разность их Вот 150 В В Минус 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 «Тау3», а нейтронутые с единицами стау 3, то при «Тау3» как раз будет стоять разность, а при « hé1» будет стоять сумма. Но это означает, что при « единице» у вас будет стоять единица Deins – это изоскалярная часть магнитного момента – по этому, перескалярная часть магнитного момента уклона – мала. Магнитный момент уклона в основном изовекторный, то ежавекторная часть у него велика по сравнению с издоскалярной. так, теперь мы имеем вот это выражение ну а дальше мы должны вычислить магнитный момент вычислить среднее значение магнитного момента μ-среднее ну это вычисление это, по-моему, мы на квантовой механике делали такую задачку среднее значение по состоянию сопротивленного j от любого вектора дается векторной модели поэтому мы можем написать, что ну это есть μ-m ну давайте я начну так сначала паритировать его числить g-s, здесь вот стоит среднее s плюс g-l на среднее l среднее l ну среднее s равно по векторной модели это равно но он направлен только по g и так есть g поддействует среднее значение произведения s умножить на g на г на g это же на g То есть вы берёте ls и прибавляете сюда s2, который есть 3 четверти. Поэтому ls в этом случае, поэтому sg в этом случае средняя, sg средняя, будет отличаться от ls среднего только тем, что у вас... Вот если вы сюда добавите плюс 3 четверти, то вот здесь поменяется знак, за счёт того, что тут половина стоит. Одна вторая, g на g плюс 1, плюс l на l плюс 1, а здесь будет плюс 3 четверти. Ну и точно так же, если вы здесь вычерите среднее значение не s, а l умножить на g, то вы должны сюда прибавить... Если вы умножите на l, то вы колес должны прибавить l на l плюс единицу. А здесь стоит l на l плюс единицу пополам с другим знаком. Тут поменяется знак, только у l на l плюс единицу. g на g плюс 1, плюс l на l плюс 1, а здесь, по-прежнему, останется минус 3 четверти. Вот эти два значения, они все вычисляются. Ну и тогда, если вы всё это сложите, то ответ получается следующий. Ну получается, что магнитный момент μ... Среднее значение магнитного момента μ будет равно какой-то фактор g, зависящий от всего от g, l и s. Но s всегда одна вторая, поэтому тут это несущественно, умножить на g. Значение магнитного момента, это значение вот этого оператора при проекции, равной, максимальной. Потому что среднее значение отличное от 0 только для μz. Если вы берете среднее значение, а не разное, m. Потому что вот здесь, вот если пишется вектор, то понятно, что диагональные маточные элементы только от 0 остаются, μz отлично от 0. А у них диагональный будет, соответственно, и μx, и μy давать вклад. Так вот, нас интересует диагональный, поэтому, значит, μ равно g, r, s умножить на g. Вот ответ получился для состояния с одной частицы. Так, ну и теперь вот этот самый g, g равна, g равняться, так, тут будет вот такая величина. Единица поделить на 2, g на g плюс 1. Это всегда во всех случаях есть. Вот эта величина. И одна вторая вот эта тоже выходит отсюда. А здесь получается следующее. Поскольку g на g плюс 1 единица одинаковая, то тут будет стоять g, s плюс g, s. Они складываются. g на g плюс 1. Так, а вот в случае во вторых членах видно, что они будут вычитаться здесь и здесь. Поэтому будет стоять там разность. g, да, l напишем минус g, s, а здесь стоит l на l плюс 1 минус 3 четверти. Вот такой ответ. Ну, если подставить все это, то получится следующий интересный ответ. Для конкретных, скажем, для протонов оставить все значения, то получится следующее, что для ядер с одним протоном, не черных, не у нас же, будет равно. Так. Будет равно. Будет равно. У протона. У протона, значит, будет ядерный магнитон стоять на торбистальной части, здесь будет стоять g плюс 1 вторая, плюс μ протона. Так. Для нейтрона, ядра с одним черным нейтроном, здесь получится просто μn, потому что вклада, вклада в арбитальном ровне. И это тот случай, когда g равно f плюс 1 вторая. Так. Второй случай. Здесь μ протона, там, g равняется, опять же, а, ну тут вот так сложнее. Здесь, получается, 2, поднимите на 1, а здесь стоит 2g плюс 3, умножить на ядерный магнитон μn. Еще есть вклад в минус 2g, μ протона, в числителе, μ протона. Вот такая величина. Один нейтронная, в этом случае, от g, равно минус, вместо это, что делить на g плюс 1. Это очень простое упражнение. На плюс нейтронная. Это как раз на случай, когда у вас g равно f минус 1 вторая. Вот такие. Значит, видите, получилась линейная зависимость. Здесь вообще прямая линия, а здесь линейная зависимость от g. Ну и здесь тоже, смотрите, когда вы g стремите к, ну, g большое, то тогда g здесь сокращается и остается прямая у протона. И здесь тоже остается прямая линия. То есть, получается, что-то вроде прямых линий. Ну, эти линии так и называются, линиишные линии. Ну и вот теперь, если мы отложим картинки значения магнитных моментов и посмотрим, какие реально магнитные моменты, то картина получится интересная. Так. Так. Надо повернуть. Дальше. Вот, 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 вот это. Вот, вот магнитные, нечетные. Да, вот это же протонные состоители магнитных моментов, это нейтронные. Значит, вот точками отложены значения магнитных моментов, а вот это вот, нарисованы линии, две линии Шмидта, одна и вторая. Вот это одна, вот это вторая, вот эта линия. И здесь тоже, вот эта вот одна линия, и вторая, и вторая. Одна линия и вторая линия. Так. Что мы видим? Мы видим, да, теперь для сравнения, смотрите, вот здесь вот эти две линии отложены в магнитные моменты, как если бы у протона был бы, был бы, был бы, был бы, был бы магнитный момент как у электрона. То есть, у него есть момент, который бы совпадал с ядерным магнитоном. Если бы Ж было равно двойке точно. Ж было равно точно двойке. То есть, как будто бы это точная частица, как будто бы электронно-спиновые гермогнитные отношения двойка. Так вот, если бы здесь была двойка, на самом деле это тут четверка, она вот сюда ушла. А вот это отличает двойку, вот эти две линии. Ну и что мы видим? Мы видим, что магнитные моменты не совпадают с людьми Шмидта. Ну, за исключением случаев некоторых. Которых, вот состояние, вот здесь вот именно очень хорошо. Это состояние, в которых уровень P1-2. Уровень P1-2. Один P1-2, два P1-2. Вот они все вот перечислены. Вот они все лежат очень близко. Очень близко. Состояние P1-2. И здесь вот тоже, для нейтронов. Вот здесь, и здесь вот для 1-2. Тоже прямо некоторые влажатся. Но на самом деле все практически значения магнитных моментов лежат между вот этими двумя линиями. Вот этими двумя линиями. То есть такое впечатление, что в ядре... Ну, то есть не такое впечатление, а просто видно, что в ядре на самом деле магнитный момент перемагнируется. И гермогнитное отношение, в результате, для руклона, который в ядре крутится, будет меньше, чем у свободного. Свободного, вот здесь мы подставляли свободного. А для мюхлона в ядре магнитный момент, вот этот самый гермогнитное отношение уменьшается, и он сползает вот сюда. Ну и они все лежат между этими двумя линиями. Все лежат между этими двумя линиями. За исключением случаев... Случаев... Значит, вот... Случаев, которых... Для два ядра, у которых... Массовая четвертая на тройке, это гелий-3 и тритий-H3. У них магнитные моменты выходят за пределы вот этих вот, вот этих вот линий. Вот это вот здесь, где он сидит. И здесь тоже вот сидит. Тритий. Тритий сидит там тоже. Вот. Значит, поэтому вот видно, что на самом деле магнитные моменты не так, чтобы совпадали с... С этим... С ядром... Со свободной частицей. Ну, на самом деле, конечно, причина в том, что есть еще остаточное взаимодействие между частицами. Здесь же мы молчаливо предполагали, что частицы там сидят на уровнях и друг друга не видят. Они не взаимодействуют. На самом деле, конечно, есть взаимодействие. В том числе есть взаимодействие, как в свободном случае хоть есть спин-спиновое взаимодействие, так и в остаточном взаимодействии есть такой член спин-спиновый. Вот. Ну и поэтому, если у вас магнитное поле выстраивает спин внешнего наклона, то взаимодействие через спин-спиновое взаимодействие с кором, у вас спин и частицы в коре тоже начинают немножко выстраиваться. И поэтому среднее значение спина у кора будет отличное от нуля в результате этого эффекта. То есть кор поляризуется. Кор поляризуется. И поэтому у него появляется отличный от нуля спин. Ну и в этом смысле тогда от него вклад в магнитный момент тоже будет. Ну и он другого знака. Поэтому значит полный магнитный момент будет меньше. Поляризация у вас приводит к тому, что у вас магнитный момент уменьшается. В этом случае он уменьшается, а в этом случае он уменьшается. В этом случае увеличивается. Ну это просто потому, что там знак другой. А по модулю он здесь все становится меньше. По модулю становится меньше. Вот. Ну это основной эффект, который приводит... Поляризация кора основной эффект, который приводит к отличным магнитным моментам от свободных. Ну и кроме того, не надо забывать, что есть зависимость от импульсового взаимодействия. Ну и поэтому есть вклад от... Просто вид оператора уже не такой простой, как мы писали. А есть вклад в плотность тока, соответственно, в оператор магнитного момента от сил, зависящих от скорости. Поэтому плотность тока, в случае сил, зависящих от скорости, не есть просто там Пси-сопряжённая, например, Пси-комплексно-сопряжённая. А там есть вклады ещё на взаимодействия. Когда вы меняете П, например, минус Е, Ц, на А, вы должны этого взаимодействия тоже сделать. И поэтому оттуда возникает вклад дополнительный. Ну вот давайте на этом мы сегодня закончим. И в следующий раз мы... Так, в следующий раз... У нас... А, в четвертый, как будет, да, все равно. Да, в следующий раз мы будем обсуждать в двухпольный момент все неумения с этим связанными. Так, в следующий раз мы будем обсуждать в двухпольный момент все неумения с этим связанными. Так, в следующий раз мы будем обсуждать в двухпольный момент все неумения с этим связанными.